Привет! Как дела? Наступил январь, и это один из сезонов, когда студенты поступают в университет в Великобритании. Январь и сентябрь – это период энроллмента, то есть регистрации новых студентов в университете. И сегодня рассказ о том, что нужно знать новичку, поступившему в университет в Великобритании. Итак, когда вы придете в университет на регистрацию, обычно это один или два дня, куда приходят абсолютно все новые студенты, вы, возможно, даже будете стоять в очереди, чтобы пройти регистрацию, где вам выдадут некую информацию, какие-то буклетики, возможно, даже гуди-бэк. Гуди-бэк – это отдельная тема, я о ней тоже буду потом рассказывать. Это мешок подарков. Где-то дают какие-то брелки, где-то дают какие-то блокноты, ручки, даже кружки. Вот все в такой вот тематике с логотипом университета. Это очень приятно и сразу настраивает на положительный тон обучение в британском университете. Ну и помимо этого, гуди-бэкги можно получать на различных выставках. Об этом я тоже буду попозже рассказывать, где и когда я что получала. Итак, когда подойдет ваша очередь, вас зарегистрируют, поставят галочку, что вы прибыли в университет, выдадут вам некую информацию, скорее всего, вас фотографируют, и впоследствии, после этого, через день, через два, а может быть, и сразу, получите свой именной бейджик, где будет написано ваш ID-номер. ID-номер – это очень важная цифра, которую надо помнить в течение всего обучения, потому что по этому ID у вас будет работать ваша электронная почта в университете, по этому ID вы будете проходить в библиотеку, а также благодаря этому бейджику, вот я тут вам подготовила один с London South Bank University, другой с University of West London. Такие же, как бы, оригинальные университетские ленточки, где написано, какой университет. Ну, их, как бы, по идее, нужно таскать у себя на груди. И везде, когда приходишь в класс, прижимать к специальным таким датчикам, что ты пришел в класс, ты бы присутствовал на уроке. Это очень важно, особенно для международных студентов, которые обязаны отмечаться, если они живут в Великобритании по студенческой визе full-time, которая называется Tier 4. О визе и о том, как ее получить, я тоже вам очень скоро расскажу. Эта виза требует постоянного присутствия на уроках студента, который является уже резидентом Великобритании, у которого есть резидентский статус. Поэтому каждый раз, приходя в университет, вы не только проходите через турникеты в университет. В университете существует система сохранности, туда никто не может прийти без своего бейджика или без какого-либо приглашения от преподавателя или администрации университета. Поэтому там присутствуют только студенты, левых лиц там не бывает. Ну, если бывает, то очень редко. Но я думаю, сейчас и в русских, и в российских школах, и в университетах примерно такая же система, не знаю. Я уже давно училась в России, там у нас ничего такого не было. Заходи, бери, что хочешь. Любой человек с улицы мог прийти и пройти. Также, возможно, в этот же день регистрации или, может быть, в следующий день, когда уже вас всех вместе соберут одним большим классом, в котором вы будете учиться. Класс обычно составляет 50-60 человек, если это сентябрьский или январский поток. Вот у меня в апреле, когда я поступала, было всего 4 человека, поэтому, ну, даже для 4 людей нам сделали некий такой вступительный курс. Рассказали, где, как, что работает, где находится библиотека, как брать оттуда книжки, как найти некую информацию в какой-то электронной библиотечной базе. Я, видимо, в первом университете пропустила такой вот вступительный урок, и мне было очень тяжело въехать в эту систему. Если бы я многое знала заранее, мне бы было намного легче учиться вот в плане того, как, с какими отделами коммуникатировать. Ну, и помимо этого, самая важная часть моего сегодняшнего видео — это рассказ о Blackboard. Blackboard — это такая внутриуниверситетская система, сайт, куда есть доступ только студентам университета. Когда ты заканчиваешь университет, этот доступ прекращается. То есть на этом сайте существует некая такая доска, ну, как Blackboard — это чёрная доска. То есть доска объявлений, как социальная сеть получается, то есть университетская социальная сеть. Но там у вас есть задания, которые вы должны выполнять, какие-то ассессменты, которые у вас впереди. Ассессмент — это экзаменационная работа, то есть там в основном, кстати, в университетах не надо зазубривать что-то, не надо ходить сдавать экзамены. Ну, по крайней мере, на тех курсах, на которых я была, у меня был диджитал фильм и бизнес. Мы писали в основном эссе или снимали фильмы. Возможно, на каких-то физико-математических, биологических или ещё каких-то других курсах, там, возможно, надо что-то зазубривать, какие-то экзамены сдавать в реальной жизни. А так в основном мы всё посылали через этот Blackboard. Все наши эссе уходили нашим преподавателям, которые оценивали эти эссе, а также перепроверяльщикам из других университетов. Об этой системе я тоже попозже расскажу, как оценивается ваша экзаменационная работа. Один только раз у меня был экзамен, где надо было реально готовиться и писать в течение трёх часов, по-моему, отвечая на два каких-то вопроса, выбранных из шести. HR у меня был, это Human Resources, как управлять людьми. Такой экзамен, которому пришлось серьёзно готовиться. Но и эссе, тоже не хухры-мухры, очень сложно, особенно после российского образования, перестроить на экзаменационную систему в другой стране. Но о том, как писать эссе и на что именно надо обращать внимание, какие сложности возникают при написании такой работы, я тоже буду вам рассказывать. Ещё одна штука про сдачу эссе, то, о чём я не знала в своём первом университете. Я не знаю, как я все работы сдавала и оно проходило. Во втором университете оказалось, есть такая штука под названием Торнентин. Она была у меня и в первом университете, но я о ней вообще не знала. Где отправляешь свою работу, как бы уже сдаёшь, но можно её потом вернуть и что-то переделать. И тебе выходит процент плагиата, который ты там стащил из книжек и не поставил, допустим, чья это цитата. Но тоже, как писать эссе, как уходить от плагиата, я тоже попозже расскажу. Плагиатов, по идее, в любой вашей работе не должно быть больше 20% от всей работы. Я даже не знаю, какие проценты плагиата у меня были в предыдущем университете, я могу только догадываться по оценкам, которые я получала. Но, в принципе, оценки у меня были неплохие, поэтому это знание очень важно, особенно для тех, кто сейчас поступает. Торнентин обязательно проверяйте на плагиат все ваши работы. В последнее время, вот самые последние мои работы, я старалась сводить весь плагиат к минимуму, и моя диссертационная работа имела всего лишь 1% плагиата. Но там я уже никак не могла переделать эти слова, потому что эти слова не переделать, образно говоря, не сказать своим языком. И, кстати, плагиат — это не то, что вы там берёте чужие идеи и представляете как свою, но чужую идею надо просто как-то переделать. Но об этом я попозже тоже буду рассказывать. Также на вступительном уроке вам рассказывают, как пользуются библиотеки, потому что библиотека, ну, и по российским библиотекам вы знаете, это целая определённая система. На каком-то этаже лежит литература только по технической части, на каком-то теоретическая часть, на каком-то образовательная часть. И, ну, в общем, там несколько этажей всегда в библиотеке, и надо знать, куда именно вам пойти и где именно найти вам эту книгу. Но чаще всего там всегда есть помощь библиотекарей, которые с удовольствием вам помогут. Кроме того, в университете всегда есть служба поддержки, которая может вам помочь рассказать или показать, как писать эссе, поднатаскает вас по английскому языку, может проверить ваше эссе и указать, что вам нужно переделать и в каком направлении вам нужно двигаться. Я никогда не пользовалась этой службой, старалась всё делать сама, но многим людям помогает. Помимо этого есть студенческое сообщество, но я никогда в него не входила, не общалась с другими студентами, ну, потому что по возрасту я уже была намного старше. Допустим, мои однокрупники по бакалавру были все 21-летки, а мне уже на тот момент было 30 с хвостиком. Поэтому общаться, конечно, с большим всем классом вам всё равно не придётся. 50-60 человек вы даже не запомните к концу третьего года, как их всех зовут, если вы не учитесь постоянно в одном и том же классе, не приходите каждый день и не отвечаете у доски. У доски отвечать мне ни разу ничего не приходилось, но может быть очень редко, буквально там 2 минутки что-то рассказать. Один раз у меня была презентация, тоже расскажу, было прикольно. В основном запоминаются нестандартные люди. Мне, я уже говорила, намного интереснее общаться с людьми, которых ты видишь какую-то суть, которые не просто так болтают ни о чём, а которые знают своё дело. И вот я как раз старалась прикрепиться именно к таким людям. В общем, создавались какие-то отдельные группки. Ну, я искала, конечно, своего возраста, своего положения, интернациональные студенты, которые понимают все сложности, тонкости и так далее. Стараются посещать каждые уроки и выложиться на полную катушку. Но в основном работы как проходят групповые какие-то, то есть вас объединяют в группы по 3-4 человека, и вы что-то... Бывают такие работы, которые вы вместе сдаёте, и вам надо полагаться на каких-то людей. Поэтому вы объединяетесь в группы на ментальном уровне, или на уровне возрастном, или на уровне как раз международных студентов. В общем, как-то друг с другом притягиваетесь. Этих людей вы знаете. Остальных, ну, я говорю, только интересных людей я знала. То есть весь класс я не знала, кого, как зовут. Иногда просто подойдёшь там что-нибудь спросить. Ребят, вы не знаете? И на-на-на-на-на. То есть нет такого, что ты знаешь абсолютно каждого человека в своём классе. Бывают такие презентации, где ты должен выступить, там что-то рассказать. Бывают какие-то ответы на вопросы. В основном в классе идёт урок, преподаватель что-то объясняет. Если тебе что-то непонятно, ты можешь поднять руку, спросить. Преподаватель очень редко задаёт вопросы в класс. И не как у нас. Кого-то целенаправленно спрашивает никогда. То есть кто хочет, тот отвечает. Поэтому можно постоянно что-то отвечать. У меня подружка вот с Украины постоянно всегда старалась что-то ответить, сказать свою мысль или, ну, попытаться хотя бы что-то рассказать из её опыта. А какие-то одноклассники у меня вообще спали на задней партии, лишь бы как бы просто присутствовать на уроке, потому что они должны присутствовать на уроке. Не знаю, каждый выбирает своё. Кому интересно, тот участвует в обсуждении. Кому неинтересно, тот спит на задней партии. Выбирайте сами, смотрите сами. Но не забывайте, что именно вы или ваши родители заплатили огромные деньги за ваше обучение. Поэтому берите от того, что вам дают, по полной. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok